Благословенный Господь, Бог Царь Вселенной, избравший нас из всех народов и даровавший нам Тору. Благословенный Господь, дарующий Тору. Аминь. Итак, наша недельная глава, которую мы сегодня будем с вами частично касаться, называется Шлах. Шлах, вот такое вот имя. Находится эта глава в числах с 13 по 15 главы. И это 37 раздел Торы, который мы с вами читаем. Итак, что же такое Шлах? Такое вот короткое название. Шлах. И пошли себе. Переводится и пошли себе. Можно сказать и пошли себе. И обычно глава начинается с первой фразы. Ну вот первая фраза, которая начинается глава, так она и называется. И там написано. И говорил Бог к Моше, сказал, пошли себе людей, чтобы вы смотрели землю Ханан. Вот такое вот начало. Пошли людей, чтобы они посмотрели, что же будет в той земле, куда вы направляетесь. И если мы смотрим план, из чего состоит эта глава, то мы видим следующее. И речь идет о том, что были посланы разведчики, они осмотрели землю, рассказали о той земле, которую они там увидели. И рассказали не очень хорошие вещи. Что привело людей в страх и определенный бунт перед Богом. Но вы знаете, что немножко опасно бунтовать перед Богом, потому что сразу же за бунтом обычно приходит Божий гнел, Божие наказание и Божие вмешательство в жизнь этих людей. И наказание вылилось в очень простое действие. 40 лет странствований, 40 лет пустыни. То есть пришло поражение и пришло разочарование в жизни очень большого количества людей, как следствие того бунта, который был в их жизни. Итак, сегодня многие знатоки библейских текстов, они размышляют и задают простой вопрос. Что же было неправильно в действиях этих людей, в этих разведчиках, которые пошли высмотреть землю? Что именно такого плохого они сделали? И привычный ответ, который мы с вами имеем сверху, которым мы пользуемся, это то, что они не поверили Слову Божьему. О том, что Бог говорил, но они не послушались и сделали по-своему. Но если мы действительно посмотрим, проблема была несколько другой. На самом деле, давайте мы поразмышляем, кем были эти люди, кто пошел смотреть в землю. Мы понимаем, что если бы это были просто 12 человек, тогда что от них можно было бы взять, что можно было бы от них ожидать. Тем не менее, 13 глава со 2 по 4 стих говорит следующего при выборе этих людей. Это должны быть по одному человеку от каждого колена пошлите. Каждый из них должен быть вождем. И послал их Моше из пустыни Паран, по слову Бога. Все люди эти главы сынов Израиля они. И вот имена их. То есть это были вожди. Это были не просто слуги какие-то, которыми не жалко было рискнуть. Мы понимаем, что на самом деле эти 12 человек, они шли в совершенно новое для них место. Они не знали языка. Они подвергались опасности быть пойманными, уничтоженными и так далее. То есть это были лучшими из лучшими людьми. Это были смелые люди. Это были люди грамотными и умными. Они были вождями. Они были лидерами и руководителями колен. У них была власть, у них было положение, соответственно определенные льготы. Много ли времени прошло после того, как они вышли из Египта? Совершенно мало, друзья. То есть иногда мы, читая книгу чисел или книгу исход, мы представляем, что все это длилось очень-очень-очень долго. На самом деле многие события, они были очень стремительны, очень быстрые. И люди, которые вышли из Египта, они до того момента, как они вышли, они были просто рабами. Они были фактически никем. Но теперь они были вождями. Теперь они были главами колен. Теперь у них вот это колено, его можно было посмотреть. Теперь они могли принимать какие-то решения, руководить и так далее. То есть они обладали определенной властью. Я думаю, что глядя вперед, они могли размышлять о разных вещах. Правда? Он представляла обетованная земля, место, которое было неизвестно. Да, был Бог, который говорил о том, что там хорошо, но никто не видел, никто не знал. И они не понимали, что придя в то место, нужно будет брать ответственность за ту свободу, в которую ты входишь. Таким образом это должно было происходить. Ты должен был сражаться, ты должен был строить общество, ты должен был строить государство, налаживать все структуры для того, чтобы было построено правильно. В противовес этому мы имеем пустыню. Пустыня, как некоторые говорят, была ужасным местом. Но на самом деле, давайте подумаем, друзья. Еда была, не нужно было работать. Согласитесь, все, что нужно было сделать, это послать свою жену утром с детьми для того, чтобы насобирали в кувшины ман. Правда? И будут готовить. Не нужно пахать, не нужно осеять, не нужно переживать. Ты просто должен вовремя проснуться и пособирать. Все было готово. Ты не болел, потому что Господь сделал такое чудо. Одежда, которая была на тебе, она не изнашивалась. Понятно, что она стремительно выходила из моды, и люди, возможно, уставали носить одно и то же 40 лет, но, тем не менее, она не изнашивалась. Итак, пустыня представляет собой также определенное место стабильности. Есть Ханаан, непонятно, что там. Есть стабильность. Кем я буду в Ханаане? Я не знаю. Мне надо будет брать ответственность. Кем я являюсь здесь, в пустыне? Я руководитель. Я тот, кого называют вождем. Поэтому для вождей вхождение в землю Ханаана в каком-то смысле было, как журавль в небе. Иногда мы говорим, что лучше синица в руках, чем журавль в небе. Лучше мы, может быть, не будем кушать кисель с кисельных берегов обетованной земли, но, тем не менее, мы будем кушать манну, которая есть постоянно в достаточном количестве. У нас есть вода. Мы можем помолиться, и колодец будет, пустыни, скалы и так далее. Итак, в Ханаане нужно прилагать усилия. Оставаясь в пустыне, ты можешь ничего не делать, просто быть. Итак, без Бога, без Бога, любая жизнь, какая бы она замечательная ни была, она все равно приводит к бессмысленности, друзья. Если ты перестаешь двигаться в том направлении, которое Господь ожидает от тебя, ты остаешься в этой пустыне. Итак, вернувшись из сорокадневного путешествия, разведчики начали рассказывать разные вещи. Они принесли хорошие новости. Земля там действительно прекрасна. Они принесли большую виноградную грознь, которую несли два человека. То есть, это должно быть что-то невероятное. Такой величины виноград сейчас мы не можем найти. И, тем не менее, они рассказывают также и плохие новости о том, что люди, которые там живут, это великаны. Они высокого роста, они сильны, они живут в укрепленных городах. И мы, по сравнению с ними, просто как саранча, просто как маленькие букашки. Тут ты вождь, а тут ты похож на саранчу. Согласитесь, две большие разницы. И все бы ничего. Ведь это нормально, когда разведчики уходят и приходят с такими вот донесениями о том, что есть доброе, есть плохое. Враг, он вот так-то и вот так-то выглядит, города выглядят вот так-то. Ничего страшного в плохих новостях или сложностях нет. Согласитесь, было бы преступлением для этих разведчиков сказать, например, там только кисельные берега, только виноград и только все хорошо. А когда бы пришли, увидели, что там еще, оказывается, есть армия, которая это все защищает. Ну, не очень-то правильно будет. Правильно? Итак, я понимаю, что это нормально, когда приходят люди и говорят о сложностях той обетованной земли, которая есть. Нормально, потому что было сказано это Моисею, это было сказано Аарону. И все, что нужно было делать, это просто молчать, просто не будоражить народ. Но они сделали нечто другое. Вожди, которые не желали входить в землю Ханан, они начали осознанно, осознанно заражать общину страхом. Они начали парализовать веру израильтян через свои разговоры. И еще раз я хочу сказать, что они не придумывали что-то неправильное. Они делали просто акцент на истине, забывая при этом подчеркнуть то, кем является Господь. Вы понимаете, они не врали обществу Израиля. Они говорили, там действительно, и там действительно так и было, была большая армия. Мы действительно по сравнению с ними выглядим жалкими. Но они забывали говорить о том, что Бог по сравнению с ними выглядит великим. И написано в 13 главе с 33 по 34 стих. «И распускали они злую молву о стране, которую высмотрели между сынами Израиля, говоря, страна, которую прошли мы, чтобы высмотреть ее, это страна, губящая своих жителей. И весь народ, который мы видели в ней, люди-великаны. Там видели мы исполинов, сынов Анака, потомков исполинов. И были мы в глазах своих, как саранча. И такими же были мы в их глазах». Итак, пришел страх. Страх, который начал парализовать веру, доверие Богу, который заставляет защищать свою жизнь от воли Божьей. Друзья, это очень важный момент. Была воля Божья на вхождение в эту землю, но страх он заставил защитить себя. И вы знаете, что вожди почти добились своего. Народ поднял бунт, и фактически они добились того, чего и хотели. Не войти в эту землю. Вроде бы все получилось. И была объявлена остановка на 40 лет. Господь, глядя на сердца этих вождей, он сделал по тому, что было в этом сердце, в их сердцах. Он сказал, окей, отлично. Вы не хотите войти, вы боитесь. Ваша вера, она останавливает вас от того, чтобы рискнуть и двигаться в моем призвании. Оставайтесь здесь. Мы подождем 40 лет, когда вы все дружно умрете. И туда войдет поколение другое. Поколение, которое знает Господа, которое верит Господу. И написано в 14 главе с 36 по 38 стихи. «А те люди, которых послал Маше высматривать страну, и которые возвратились, возмущали против него все общество, распуская клевету на эту страну. Эти люди, распускавшие клевету на страну, умерли от мора пред Богом. Лишь Егошуа, сын Нуна, и Калиф, сын Ефуне, остались живы из тех людей, которые ходили высматривать страну». Два человека остались живы. Вы помните, друзья, в иврите существует такое прекрасное слово «хет» или «грех». И вы знаете, что значение слова «хет» означает следующее – пройти мимо цели или промахнуться. Иными словами, вы целитесь, например, из лука в мишень. И вы промахнулись, вы «хет» – вы не достигли поставленной цели. То же самое произошло с обществом Израилем. Они целились в Божьи обетования, но грех, и они промахнулись, они не попали. Какой урок мы можем извлечь? Первый урок. «Не соглашайтесь на лучшее человеческое вместо Божьего, даже если оно вас пугает». Друзья, есть нечто Божье, что, может быть, страшно выглядит. Может быть, там есть великаны и устрашает тебя то, что будет происходить. Но это Божье, и ты точно это знаешь, ты слышал Его голос, неоднократно ты видел Его руку, которая подвигала тебя в эту сторону. Послушай, не выбирай пустыню. Не выбирай в пустыню, но доверяй Господу и следуй за Ним. И следующий урок, друзья, глядя на поступок Иисуса Навина и Калева, мы можем вынести следующий урок. «Не следуй за большинством на зло». Писание говорит нам об этом. «Не следуй за большинством на зло». И пускай многие люди вокруг тебя скажут, что это непопулярное мнение – войти в эту землю. «Ты, понимая Божью волю, следуй за Божьей волей». Мы понимаем, что во всем этом, во всей этой истории нужно помнить, что Бог является суверенным. И очень важно замечать Его действия, прислушиваться к Его действиям, и необходимо для этого останавливаться. Необходимо размышлять в своем сердце. Псалом 45, 11 стих говорит следующее. «Остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен в народах, превознесен на земле». Народ, видя то, что произошло, осознавая ту ошибку, которая произошла, осознавая неправильный выбор, решил исправить это все. Люди рассмотрелись и сказали, а действительно, почему это? Что это мы так вот смолодушествовали? Нет, нет, нет. Несмотря на то, что Бог говорит, что мы не войдем, мы все равно будем продолжать этот путь. Но вы знаете, что Божья воля была уже изменена. Уже невозможно было войти в обетованную землю раньше положенного срока. Невозможно было людям, которые однажды приняли это решение, изменить Божью волю. Бог сказал, два человека, остальные останутся в пустыне. «И сказал Маше», это 14 глава, 41-45 стих, «зачем вы нарушаете веление Бога? Ведь не удастся вам это, не восходите». Они собирались воевать против народов, которые там были, они собирались войти. Он говорит, «не всходите, ибо Бога нет среди вас, чтобы не поразили вас враги ваши. Ведь амаликитяне и канонии там перед вами. И вы падете от меча, ибо вы на самом деле отвратились от Бога, и Бог не будет с вами. Но они дерзнули взойти на вершину горы, а ковчег союза Бога и маше не тронулись из среды стана. И сошли амаликитяне и канонии, жившие на той горе, и разбили их, и громили их до хормы». Итак, Божье решение принято. И Моисей так и говорит, «послушайте, вы можете уже биться об стену, вы можете делать что угодно, вы можете сказать, стоп, 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 давай отмотаем». Говорит, «нет, перед Божьим лицом вышло слово, уже не вернешь». Определенный путь благословения, который был у тебя до этого момента, он остался закрыт. И мы помним, что в последующих поступках, например, в жизни Саула были подобные вещи, друзья, помните, да? Когда он приносил жертвоприношение, пришел пророк Самуил, и тот говорит ему, «я поспешил, я сделал так, как я хотел». Ну и что тут такого? И Самуил ему говорит очень просто, «Забрано будет царство от тебя, лишил тебя Господь твоей позиции, и отдастся это царство другому». И вы знаете, это был как приговор для Саула. Да, он еще был какое-то время, достаточно долгое царем Израиля. Но тем не менее, прошла вот эта черта, как она прошла в жизни этих тысяч израильтян. Все, Божья воля о твоей жизни была изменена. Есть результат, есть приговор, и ты не сможешь просто так сказать, секундочку, простите, глубоко ошибался, ты уже вынужден будешь двигаться в том, в чем Господь тебя направляет, куда Бог тебя направляет. Итак, для того, чтобы нам не проходить мимо, друзья, нам нужно останавливаться на своих путях. Нам необходимо взвешивать свои пути, взять, знаете, такую отпуск от суеты, размышлять, где Божий путь, и не бояться, но искать Бога, стремиться к тому, чтобы исполнить Его волю, даже если это страшно, даже если это выводит нас за рамки нашего представления о том, как должно быть. Пускай Господь вас благословляет, чтобы вы ходили в свободе, чтобы вы исполнили Его волю и были благословенными, чтобы в вашей жизни были эти берега текущие благословениями, были эти виноградные гроздья, были укрепленные дома, и была Божья благодать. Аминь. Будьте благословены.